Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Сегодня 8 мая, день победы, всемирный день победы, Второй мировой войны, победы над фашизмом. Этот день был 8 мая, ну а 9 мая уже в той части мира, в Советском Союзе 9 мая. Итак, сейчас вы видите кадры, это я сейчас не буду говорить, как говорят у нас за всю Одессу, я вам скажу за Херсон. Вот это Херсон, это то место, то самое место, где форсировали Днепр. Именно в Херсонской области, в Херсоне форсировали Днепр, освобождая юг Украины. Кто эти люди? Кем они были? Здесь разные люди. Но, как ни странно, первыми, кто форсировал Днепр, свою любимую Херсонщину, были херсонцы. Да, дорогие мои, именно херсонцы, именно вот эти смелые люди, которые, они же ведь самые настоящие, в которых течёт кровь украинских казаков южных, самых сильных, самых мощных. Например, у них такие были фамилии, да, Зима, или Лито, или это чисто вот украинские фамилии с такими вот названиями. Это казаки давали украинские такие фамилии. Или, например, Сиваконь, или, например, такие они фамилии давали, Суббота, или Недиля. Недиля – это значит не неделя, Недиля – это значит воскресенье. У нас Суббота, Недиля. Вот такие давали фамилии. И вот в числе вот этих вот первых, кто форсировал Днепр, как раз-таки были уроженцы Галлопристанского района, села Бехтеры. Николай, например, Суббота. Николай Суббота. Вот с такой фамилией Суббота. Его подразделение высадилось между Киндейкой и Антоновкой. Вот вы видите. И Суббота огнем из пулемета, поскольку он был пулеметчик, он прикрывал высадку товарищей. Он уничтожил две пулеметные точки противника и подавил огонь трехстанковых пулеметов. В бою за Херсон он уничтожил где-то 30 немецких фашистов и офицеров. Уничтожил расчеты двух пулеметов, которые были засели в одном из домов. 14 марта 1944 года в одной из атак Суббота погиб. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. И похоронен он на Херсонском городском кладбище. Это знаете, где находится? Кто будет возлагать, а у нас все всегда возлагают цветы в память, так вот не забудьте зайти на всех святых кладбище. Это напротив Петровского завода, всех святых. Вот там, где церковь всем святым, вот на этом кладбище он похоронен. И возложите тоже цветы ему именно. Конечно, и в Херсонии, и в Голой Пристани, потому что он в Голой Пристанском районе Бехтеры, и в Бехтерах, везде все называют, есть его памятник, и есть именем Субботы названы улицы. Есть в Херсоне такая улица Субботы и в Голой Пристани. В городском парке установлен памятник в Голой Пристани. И я его в прошлом году показывала. Вот он, посмотрите. Вот этот смелый парень Суббота Николай Никитович. Николай Макитович, Суббота. Вот он. Еще 7 и 6 мая уже такая подготовка была. Например, мой приятель, вот Леня, это супруг Оксаны, он уже делает такие спец... Он такую красивую сделал вывеску 75-летия со дня Победы, потому что у него 10 дедов погибло. Вы скажете, откуда у него у одного 10 дедов? А у нас многодетные семьи тут в селах. И опять-таки Бехтеры, вот откуда вот этот Николай Никитович Суббота, Николай Макитович Суббота с Бехтер, а буквально рядышком находится Чулакивка. И вот из этого села, а ну представьте, только у одного Лени, это Оксанын муж, я вам показывала, 10 дедов погибло. Это значит, с его стороны отца один дед со своими братьями и со стороны матери дед со своими братьями. И вот для него это очень важно. И, конечно же, он подготовил специальную табличку, все он каждый год, для того, чтобы вывесить. И вывешивает всегда ее в честь 75-летия со дня Победы. Огромнейшее количество, только взять Украину, с Херсонщины погибло. Огромнейшее количество. Нет семьи, в которой бы не погиб дед-прадед. Нету такой семьи здесь. Тем более, знаете, как им обидно, вот Леня, когда он слышит мерзкие новости какие-нибудь, он иногда слушает, потому что у него есть телевизор. Я телевизор не слушаю, у меня его нет. А у меня лично его нет. А у него есть. И вот они иногда слушают. Я говорю, зачем ты это слушаешь? И он так нервничает, когда какое-нибудь мерзкое телевидение из какой-нибудь страны начинает говорить, что вот они все, а эти ничто. И вот тогда вижу, как сжимаются кулаки Лени, который говорит, у меня 10 дедов. Что они мелят? Что они мелят? Кстати, вот прежде чем говорить, кто великий, кто воевал, а кто не воевал, пожалуйста, подумайте тысячи раз. А потом еще прежде чем подумать, подумайте тысячи раз. Это я сейчас говорю не моей интернет-семьи великолепнейшим бриллиантам и не тем, кто только что к нам присоединился. А я это говорю для мерзких пропагандистских каналов, чтобы они язычок свой куда-нибудь убрали или как-нибудь сложили каким-то образом и не смели, не смели даже говорить вещи, которые нельзя говорить. Вот эти люди, которых нету, вот этот, который в атаке погиб, и те, которые Ленины и другие, они не могут себя защитить. Их нет. Они неряженые на парадах. Они неряженые. Они герои именно те, которые в атаках погибали. Посмотрите, как на вас смотрит Миколай Макитович Суббота из села Бахтеры. Посмотрите. Это трудяга-парень, который родился в Голопристанском районе, в Украине, в христианской семье, в крестьянской семье. И работал в местном совхозе «Каракуль-экспорт». Я вам показывала, как у нас здесь принято выращивать овец. И вот была порода, специально «Каракуль», и отправляли на экспорт. Вот он там работал. Все эти сведения, которые я говорю, вы можете проверить. Вы можете войти в Википедию. Вот, пожалуйста. Вот, Википедия. Все знают Википедию. И найти вот Субботу. И там все эти сведения вы можете вот найти. Ничего секретного нету. Ну, если после этой моей передачи кто-то что-то не уберет, а то подменяют понятия. Кто-то у нас великий, а кто-то невеликий. Кто-то могучий, а кто-то немогучий. На самом деле, если слышат меня дети, если слушают меня подростки, знайте, в Советском Союзе все, абсолютно все молодые люди были призваны на фронт. Абсолютно все. Всех национальностей, всех республик. И поэтому не верьте пропагандистам, которые рассказывают, что вот здесь больше, а там меньше. Это неправда. Знаете, те, кто шел грудью за страну, они смотрят на вас вот так, как смотрит на вас Макулай Макитович Суббота, который проявил себя вместе со своими друзьями из близлежащих сел. Так случилось, что они сплотились в ночь на 13 марта 1944 года во время форсирования Днепра в Херсоне. Обратите внимание, итак, 13 число, 13 марта он форсировал Днепр. Он шел на пулеметы. А 17 марта, вы представляете, какие бои шли по всей Херсонщине, какие шли бои и 17 марта он погиб. Вот так. Вот так воевали действительно герои Второй мировой войны. Вечная память. Помним, скорбим. Еще раз с праздником молчаливым, со слезами на глазах, не с криками, не с сумасшествием и не с дурдом и не с победобесием, а именно с Днем Победы над фашизмом. Я поздравляю вас. Их уже с нами нет. Вечная память.